Иисус, когда Иисус говорит народу и ученикам своим, и сказал, «На Мои семьов седалище сели книжники и фарисеи, и так все, что они велят вам соблюдать, соблюдайте и делайте. По делам же их не поступайте, ибо они говорят и не делают. Они связывают времена тяжелые и неудобно носимые и возлагают на плечи людям, а сами не хотят и пальцем даже подвинуть. Все же дела свои делают с тем, чтобы видели их люди. Расширяют хранилища свои, увеличивают по скрыле одежды своих, также любят при возближании напишиства и приседания в седоболах, и приветствия их в народных собраниях, и чтобы люди звали их Учитель, Учитель. Матфея 23 глава. Этот разговор происходит в храме, либо во дворе храма. Где находились вокруг, кроме людей, находились сами эти люди, и фарисеи, и книжники, и священники, и левиты находились вокруг. Иисус прямым текстом обречает тех, кто были носителями законов, кто были по сути теми, кто должен был не только своим внешним видом быть учителями законов. Книжники, если вы знаете, не переписывали закон букву за буквой, чтобы в народе был закон, они его, не было печаток машины, его переписывали, не знали этот закон. Настолько хорошо, что мы, наверное, все сами его не знаем, так как знал бы один из этих людей, который досконально переписывал по букве этот закон. Почему мы сегодня готовим? Почему такая странная тема? Почему здесь фарисеи, книжники, мы живем 2000 лет спустя? Андрюша, покажи нам фотографию. Андрюша, нет. Он вольный, он вольный, он вольный придет и покажет. Когда Христос говорит, они, один из первых стихов, они расширяют свои хранилища и увеличивают воскрытие своих одежды. Для нас, человека, который живет немножко 2000 лет спустя, может быть, не совсем понятно, но для людей, которые правят, для людей, которые живет сейчас, это будет очень понятно. Потом Андрюша придет нам покажет. Когда-то Бог, говоря о том, что, а, отлично, вот эта вещь на голове, которую вы видите, она вот у вас в этом тексте называется хранилище. У идеи было два. Одно было на голове, а другое было намотано на руку. Откуда? Бог добавил закон, сказал, что в Ветхом Завете, чтобы еще автор законе было написано, что ты должен учить своих детей закон послушания Божьего, и оно должно быть у тебя написано, быть перед твоими глазами, на голове и перед твоими руками. Вот евреи поняли это буквально. И вот в этой коробочке были записаны стихи из Писания, которые они думали, что, когда оно будет у них на голове, оно будет к ним ближе. И также оно было написано на руке, вот на этой перевязке, да, назовем это, это все называется тфилин, то есть есть надо на руку, и надо вот этот тфилин, который, это молитвенное такое влачение, которое должен был иметь правильный людей, которым вырезается Господь. И вот Иисус говорит, слушайте, они делают эти коробки уже такими большими, чтобы люди сдали, как видите, вот это верующий человек, молодец, видно сразу же по нему, красавчик, тут такие. А воскресенье одежды, он был, так же у слоя Божьего было написано, что вы должны были делать себе на концах одежды, были такие кончики, как бы, такая бахрома, например, да, который тоже свидетельствовался на нас в последствии о Божьей святости, в том числе, и напоминать им о Божьем святости. Но вот они, это внешне все дело очень красиво. Но смотрите, что Иисус говорит чуть-чуть дальше. Мы спускаемся еще несколько стихов ниже, мы спускаемся в 22-й стих. Он продолжает нам говорить и говорит такие слова. «Горе вам! Горе вам! Горе вам, книжники и фарисеи!» Он говорит, вы лицемеры, вы похожи на окрашенные гробы, которые снова же, в принципе, красиво выглядят, но внутри написано, они исполнены. «Мертвых костей и всякой нечистоты». Он говорит, так и по наружности. Вы людям кажетесь правильными, но внутри вы исполнены лицемелья и беззакония. Странно. Марчонок, как это у нас касается? Вы люди верующие, и мы... Смотри, какие мы красивые приходят на собрание. У нас Библия есть. У нас вы вообще молодцы. Друзья, они тоже были молодцами, они тоже думали, что они очень духовные люди. Но они попали в эту сеть, по сути, бесовскую, диарускую сеть обман. Когда касаться духовным, касаться правильным, благочестивым снаружи, оказалось намного больше и важнее, чем иметь перед Господом чистое сердце. Вы знаете, наш мир после грехопадения, он таков. Если вы посмотрите наружу, на людей вокруг, мирских, я не говорю сейчас про верующих, верующих. Мы сейчас будем себя там находить. Смотрите, может быть, вы себя увидите там. В том числе я себя тоже часто буду помещать. Мы часто уделяем... Наш мир уделяет очень много внимания, чтобы казаться быть очень красивым, популярным. Это же... То есть, когда ты красиво оден, у тебя хороший гаджет, у тебя может быть еще на руках, на теле, там, красивая причесочка, у тебя неплохо пахнет, все люди, мам. Да-да-да. Слава человеческая, как у этих фарасеев, которые желали, чтобы это называли учитель. Учитель, у него же свободы. Кто лучше учитель? У кого самая большая коробка на голове, и самая красивая одежда, это, наверное, самый близкий Господу человек, который знает лучше всего. И вот внешне, может быть, они были правильными внутри. Иисус говорит, и если это говорит Иисус, я думаю, другой истины здесь не может быть, когда Он говорит, вы выглядите меры и лжецы, в ваш сне, ничего правильного. Как же это будет касаться нас? Давайте мы откроем на горную проповедь, который все сказал, не в парисеи обращается, обращаясь к народу, к простым людям, обращаясь к своим ученикам, чтобы их научить. Мы будем читать из седьмой главы. С первого стиха. О, простите, не с первого. Мы возьмем с пятый, первый, второй стих. Вы помните, на горную проповедь, она длинная, но начинается так. «Христос, убедив народ, зашел, на город это сел, приступили к Нему ученики Его, и Он, отвершив стасов, и учил их, говоря». Вот он переносился в седьмую главу, двадцатый стих. «Итак, поплодав их, узнайте». «Не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий буду Отца моего Небесного. Многие мне скажут в тот день, Господи, не Твоего именем пророчествовали, или не Твоим именем, бесы возгоняли, или не Твоим именем. Многие чудеса творили. И тогда объявлю им, я никогда не знал вас. «Отойдите от меня, делающие беззаконие». И вот это уже мы можем применить к себе. Немногие из нас являются евреями по плоти, рожденные от народа Израилева, и вот эти слова относятся больше к нам, чем к ним. Нам нужно быть очень внимательны в том, как мы, люди верующие, несем свое свидетельство в этот мир. Мы можем быть красиво одеты, но свидетельство наше может быть таким, как у фарисеев и книжников, когда их обличал Христос. Не сталкиваешься с таким никого? А мы думали, ты верующий человек. Это плохое свидетельство. Когда мир говорит о тебе, что... Вау, мы думали, ты верующий человек. А оказывается, ну, дела говорят немножко другое. Почему сегодня мы говорим о том? Вы знаете, вроде бы так, тема такая простая, и, наверное, ну, наверное, не стоило бы даже, как оно покажется, как думаешь, что о ней говорить, но наше свидетельство перед этим миром больше зависит не от того, как красиво мы выглядим, но а наше проступ. На этом деле я слышал, как у брата свидетельство, он говорит, я, ну, как кто-то на работе знает, что я верующий, кто-то не знает, он говорит, я, ну, стараюсь где-то рассказывать господи, когда могу свидетельствовать, и вот, ему нужно было этому брату, мне по работе, был водитель на работе, как я, нужно было вести одного из сотрудников, вы знаете, в кишине очень интересно, у нас движение, и люди за ним ведутся, это очень интересно. Я говорю, мы попадаем в такую ситуацию, когда практически аварийная ситуация, и этот брат молчит, ничего не делает, один раз, второй раз, такое происходит. И этот человек, который сидит на сухон, говорит, слушай, как так происходит, когда ты не материшься? Он говорит, я не смог, я бы сейчас выдержал, я бы сейчас как дал. Он говорит, я начал ему рассказывать свое свидетельство, как Бог этого человека, этого брата, признал себе, как его жизнь была. И этот разговор закончился тем, что этот человек рассказал ему свою историю, почему его не было несколько месяцев, его не было на работе. Оказалось, что у него начало отказывать сердце, прямо по дороге на работу, отказывать сердце, вызвали скорую, прямо на дороге там забрали, где-то такое без сознания, переслежу в больницу. Наши молдавские врачи здесь ничего не могли делать. И было решено вывозить, вертолета вывозить в соседнюю страну, потому что иначе было просто все здесь. Его в таком бессознательном состоянии увозят его в другую страну, оперируют, и он, можно сказать, слава Богу, он возвращается к жизни, и он ему рассказывает, знаешь, после того, как я очнулся, я думал, что я буду другим человеком. Ну, он говорит, я человек неверующий, он говорит, я пиву, матерюсь, как бы, такой нормальный, мышцкочек, все как бы присуще. Он говорит, ну вот я думал от себя, что после того, как я пережил, вот такое присмерти, я думал, что я, что-то во мне поменяется, я стану лучше, я стану как-то, ну, сказать каких-то духовных вещей, потому что, ну, реально, когда ты переживаешь предсмертное, по сути, агонии, многие мысли ты начинаешь обещать, думать по-другому, я ожидал, что-то во мне поменялось, ты знаешь, прошла, говорит, неделя, вторая, я выписался из больницы, я приехал обратно в Болдаю, говорит, я понимаю, что в моей жизни ничего не поменялось, я, я, наверное, ожидал, что что-то будет, но я останался таким же, как меня, так же дальше продолжаем все это делать, и припитивиться, и все остальное. И он задал этот брату вопрос, говорит, слушай, вот ты сейчас рассказал, что вот Бог в твоей жизни работает, а вот это вот, зачем Бог меня спас? Он говорит, я не понимаю. Он говорит, ты знаешь, почему, как я задаю себе вопрос, как раз, пока я был в этой больнице, на Байканах, вот это случилась трагедия, когда ребенка, маленького ребенка упала ветка, убила, и он, как я не понимаю, почему меня, ну, как я знаю себя, потом вот уже придется вот такого, это я понимаю, что я ничемный человек. Ну, если мы смотрим, как бы, так, как и глазами, да, в саде, дополна, как-то, 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 пересеток на истину, смотри, как-то, маленький ребенок, который, что-нибудь сделал ягоду, почему Бог? меня оставил, а ее у этого ребенка забрал. Ну, как-то, у нас в детстве любили. Ну, вот, интересно так. Я говорю, слушай, что ты ему ответил? А вы, когда? Когда я не знал, что ему ответить. Она говорит, я не господь, как я могу ему ответить, почему Бог оставил тебя, почему Бог забрал это ребенка. Ну, это тесно, что-то на тот момент, как я думал, так вот у меня был как-то главец стих из Римлян, который говорит так о том, что любящим Бога и обрезанным как по его изволению все содействует благом. Говорит, я-то знаю, вот я, как верующий человек, все события в моей жизни я, говорит, вот воспринимаю через этот стих, что Бог в моей жизни что-то допускает. И только ему известно, для чего он это допускает. Мы, мы, как, я, как человек верующий, я доверяю Господу в том, что в моей жизни делаем. Я не понимаю глобального планка, но я верю Господу, что это, как он говорит в слове, что это для лучшего. Я ему доверяю в этом. Я вам, как человеку, брата, говорит, хорошо, что ты не сказал фразу «пути Господни неиспобедимы», говорит, я бы на ходу машины вышел, еще и матом бы тебя набрала. Он говорит, мы дальше начали общаться, говорит, я рассказал ему Евангелие, рассказал ему о том, понимание, как, что дети, не осознающие Божию благодать и прощение, они не попадают вам, они идут к Господу, потому что у них нету и вагельства как бы того, чего, понимания, ответственности за свой грех, за свои поступки к любому. И Бог их решает, для родителей это тяжело, это трагедия потерять ребенка, но Бог их уводит из этого мира для того, чтобы они оказались там, в этом месте. Он говорит, вот это я ему рассказал. И он, он, он задумался, он говорит, еще мне задал вопрос, он говорит, и я смотрю на правду и говорю, это доброе свидетельство. Это свидетельство не внешнего вида, не красивой одежды, не положения, не знаю чего. Это свидетельство веры человека, которое было доброй и дало добрый повод. И я не знаю, я надеюсь, что вы с этим правду еще узнаете, как, ну, чем закончилась эта история, потому что мне уже с вами интересно, как, как Бог будет работать в жизни этого человека. И, знаете, описание говорит, что может быть, мы не увидим плода в плане того, что мы сеем, мы сеем зерно, истинное зерно Слово Божие, не всегда мы собираем Бог, говоришь, что Бог кого-то поставил сетелем, кого-то поставил, кто будет поливать, да Бог говорит, что я поливаю, и он будет забирать плод. То есть, имеется в виду, новая душа спасенная. Но, вы знаете, есть один из бед, который, когда он мне рассказывал, который, сейчас, я смотрю, написание, очень, имеет немножко другое, другое, наверно, свет. Помните, Исаия, в 13 главу, когда про Христа написано, в нем не было ни фида, ни величия, который бы привлекал нас к нему. К нас он привлекал, а то, что он является Господом. Тот, кто так сказал, что я есть первый и последний, еще на конец, я есть хлеб жизни. И давайте, наверное, мое сегодня, какой он, наверное, призыв такой. Мы находимся сегодня в преддверии причастия. Наше свидетельство с вами должно быть добрым перед этим миром, чтобы через это прославлялся он, а не мы. Потому что, в конце концов, у меня всего лишь инструменты написаны в руках. Бог говорит, мы соработники на моей идее. И Бог за все слава. Аминь.